МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что ж, сегодня поговорим вот на какую тему, как воспитать доброго ребенка. Мне кажется, действительно, доброту, какое-то сопереживание, умение любить нужно воспитывать с самого-самого детства. Вот как раз наши сегодняшние гости над этим вопросом поразмышляют, ну и дадут, я думаю, дельные советы, как же сделать так, чтобы ваше чадо было отзывчивым, добрым и, конечно же, умело любить животных, людей, умело любить творчество, умело любить, в первую очередь, конечно же, жизнь. Что ж, ну я вам представляю наших замечательных трех прекрасных дам, которые расположились на диванчике напротив меня. Знакомьтесь, приветствуйте. Буду называть каждого поименно Елены Поморжанской, владелец бэби-клуба. Здравствуйте. Следом сидит Ольга Грицук, аналогично коледа, владелец бэби-клуба. И Алена Шкварина, благодарная мама, собственно говоря, того ребенка, который бэби-клуб этот и посещает. Даже двоих. Даже двоих. Ну, первый, наверное, вопрос будет, что такое бэби-клуб, потому что, ну такое сейчас на слуху словосочетание, действительно, чем-то отличается, наверное, детского садика от какого-то, может быть, клуба по интересам, кружков и так далее. Рассказывайте, что такое. Ну, бэби-клуб – это сеть развивающих центров для детей. Первый бэби-клуб был основан в 2000 году, и он появился в Самаре. Да, это большое счастье, большая удача, что мы являемся, в общем-то, городом-основоположником такой большой сети. Сейчас клубов насчитывается по всей стране 200. И чем мы, конечно, отличаемся от других клубов, на мой взгляд, тем, что у нас есть серьезный методический центр в Москве и в Самаре. И то, как мы занимаемся с нашими детками, какие мы используем методики, какие направления и так далее, все это разрабатывается и профессионалами, которые изучают современные тенденции, опираются на те знания, которые уже накоплены тысячелетиями, надо сказать. И мы стараемся все это применять к нашим деткам, да, и постоянно быть в развитии, что самое главное и ценное. Вот сегодня задаем вопрос, как воспитать доброго ребенка. С какого возраста вообще необходимо ребенка учить уже добро, зло отличать друг от друга? Может быть, это будет удивительно, мне кажется, еще тогда, когда ребеночек находится внутри. Да, пожалуй, так. Пожалуй, да, мама должна уже начинать говорить своим малышом, петь ему, возможно, песни, рассказывать какие-то истории. И это должно быть все очень позитивно, очень ласково и нежно. И когда ребенок появится, он точно будет знать, что это тот человек, который любил его с самого первого момента. Слушайте, ну, действительно, мы задаемся вопросом, когда смотрим, к сожалению, печальные сводки о каких-то преступниках и так далее и подобное, и понимаем, откуда же? Многие психологи говорят, что все проблемы из детства. А недолюбили, вот почему? Потому что именно не было какой-то любви такой, надо все-таки больше давать в семье, да? Ну, в первую очередь, да. То есть человек вырастет добрым и любящим при условии, что его любили с самого рождения. Потому что когда он приходит на эту землю и чувствует такую безграничную любовь родителей, и вообще всего рода и всего мира, то у него нет причин сопротивляться этому, этой жизни. И поэтому он такой открытый, любящий. И по детям это очень видно, которые приходят в клуб. То есть если ребенок такой открытый, если он всегда забегает с радостью и обнимает, целуется там с нашими педагогами-помощниками, и очень всегда веселый, в хорошем настроении, неважно, что он там очень шумный или там очень спокойный, то это однозначно, что в семье любовь, взаимопонимание, гармония, такое очень сильное родовые узы. И хорошо бы, если бы это было в каждой семье. Хочу у Алены спросить, наверное, к ней вопрос в большей степени. Вы мама двух мальчиков, двух молодых людей. Ну, всем известно то, что девочки, если они у нас более эмоциональные, то мальчики, они более сухие в чем-то, да, более сдержанные, более скрытые. Наверное, смотря какие мальчики про моих, это не скажешь точно. Вот скажите, пожалуйста, как вообще действительно, ну, кто-то там стесняется говорить слова какие-то ласковые, да, даже маме сказать, что я люблю тебя, какой ты из мальчиков, может стесняется. Типа, я мужчина, нет, я не тряпкая, не должен такое говорить. Вот как в этом плане вы подходите в своем воспитании? У меня в семье всегда море любви, нежности. Моя мальчик уже просто от меня, мам, ну хватит. Они настолько зацелованы. Я потому что сама человек такой, и своих детей я также, естественно, воспитываю. Они видят и впитывают всю обстановку, которая в семье находится. Поэтому если ты ребенка целуешь, обнимаешь, у него же, мне кажется, других вариантов, ну нет, по-другому себя вести. Поэтому также, когда они приходят в бэби-клуб, они, а, там Эля, наш любимый учениц, он к ним бежит, сразу ее обнимает. И что один, что второй. И вот эта атмосфера, всегда вот этой любви, какой-то радости, общения с друг с другом, в бэби-клубе она всегда присутствует. Это так здорово. И поэтому у меня дети всегда туда просто с огромной радостью бегут. То есть здесь не нужно стесняться всем мамам, молодых людей, будущих мужчин, офицеров, быть может, даже офицер должен быть... А потом люди, мальчики даже комплексованные, получается. И они потом не могут даже эту любовь своим детям, своей жене дать. Все идет от мамы. Если мама даст ребенку и мальчику своему нежность, любовь, не надо проявлять вот это стеснение к проявлению этих чувств совершенно. Хорошо. Что ж, сегодня говорим о доброте, о счастье, о радости, о воспитанности. Каждому известна истина, что не в деньгах счастье. Есть такое. Но все же, сколько необходимо для счастья? Такой вопрос задали мы жителям нашего города. Давайте посмотрим, что же нам они ответили. Сколько денег-то нужно для счастья? Улыбнуться? Ну, я вообще часто улыбаюсь. По каким-то определенным причинам? Нет, не по определенным причинам. Никаких определенных причин. Нет, ну просто я не вижу веских поводов для грусти. Сестра. Встреча с сестрой. Все. А вообще часто в жизни бывают моменты, которые заставляют улыбаться? Да. Много. Это брат, сестра, мама, разные мелочи. Моя сестра тоже, потому что меня родственники мои постоянно заставляют улыбаться. Особенно моя сестра, она вообще самый родной человек для меня. Ну вот, во-первых, вы. Во-вторых, ну, какие-то такие положительные эмоции бывают каждый день. Итог. Белые и черные полосы, ежедневные. Утро. Хорошая погода, солнышко. Ну и дальше по списку. А какие поводы для улыбок находите вообще? Всякие. Внуки. Ну, хорошая погода, приятные сообщения. Что-то красивое вокруг себя. Настроение хорошее. А вообще улыбка помогает в жизни? Всегда надо улыбаться. По жизни помогает. Ну, какие поводы? Ну, как у детей дела. Работать я уже не работаю. Хорошая погода, солнечная. И счастливые моменты в жизни. А вообще часто улыбаетесь? Да. Очень я счастливый человек, всегда улыбаюсь, стараюсь не гусить. Счастье для меня. Ну, это когда все близкие и здоровы, рядом, и все хорошо как-то. Вот оно, счастье. Самое сладкое, самое благожданное. Это дети, конечно. И чтобы здоровее всех было. И чтобы все друг друга любили. Тогда будет. Чтобы семья счастлива была. Чтобы здоровая. Чтобы мамы, папы. Крепкой, здоровой. И тогда будет все всем хорошо. И всем счастливым. Счастье. Сделать то, что тебе кажется нужным и важным. То, что действительно тебя радует. И, не знаю, наверное, все-таки слушать и прислушиваться так же к людям. Что они говорят по-другому. Надо просто любить, быть любимым и здоровым. Самое главное. Счастье. Когда в твоем весе. Когда праздник с тобой всегда в душе. Это счастье. Вот нам хорошо, у нас счастье. Когда близкие рядом. Когда хорошая работа. Когда дом уют. Наверное, это и есть счастье. Это любовь. Да. Ну, чтобы близкие были здоровы. Счастливы. Чтобы все было дома хорошо. Ну, и хорошее настроение, в принципе. Поддерживать. Поменьше думать, наверное, о проблемах. И жить. Чтобы любить. Чтобы было... Главное, вот семья, любовь. Все эти проблемы по работе, бытовые проблемы. Это такое вторичное. Не стоит к этому, наверное, просто относиться слишком серьезно. Счастье – это здоровье. И хорошее отношение. Семейное отношение с женой. А все остальное, вот, переживайте. Не так. Что ж, действительно, счастье и улыбка неразлучные. Как было сказано в сюжете, счастливый человек, он всегда улыбается и дарит свой позитив окружающим себя людям. Что ж, ну, мы, надеемся, подарим вам не только позитив, но и, конечно же, билеты на концерт группы «Септик Флэш». Для того, чтобы справиться с нашим вопросом, ничего сложного вам не предстоит. Звоните по телефону 202-11-22, ну, и ответьте на наш вопрос. Какой вид этикета является единым для всех стран мира? Четыре варианта ответа. Это врачебный этикет, это военный этикет, это деловой этикет, либо общественный этикет. 202-11-22. Ждем вашего звонка, давайте быстрее поспешите, пожалуйста. Что ж, ну, а пока обращусь к вам вот к таким вопросам. Мы знаем, что, действительно, наверное, добрый и счастливый человек тот, который творит, который занимается любимым делом, который выбирает направление деятельности то, которое ему близко. Вот хочется узнать, у вас, детки, какое, и родители, ясное дело, могут выбрать направление вообще, чем занимается бэби-клуб, какие направления деятельности? В бэби-клубе у нас есть стандартные занятия, которые проходят полтора часа. И вообще особенность наших клубов заключается в том, что мы познакомились с очень интересным автором, американским Тони Бьюзеном, который говорит о том, что ребенку нужно развивать целостно. То есть мы развиваем 10 видов интеллекта. Принято, да, принято развивать в школе, мы говорим о математике, о развитии речи, о чтении, физкультуре и так далее. Но кроме этих направлений ребенок должен развиваться социально, ребенок, конечно, должен развиваться творчески, ребенок должен развиваться сенсорное обязательно развитие должно быть, духовное обязательно должно развитие. И мы стараемся вот в рамках нашего занятия уделить каждому из этих направлений развития ребенка внимание. И, конечно, если мы говорим, предположим, о сенсорном интеллекте, то ребенок должен понимать, чувствовать прикосновение. Я думаю, что, может быть, многие вспомнят интересную игру, когда мы становились друг другу спиной, и нам за день по спине рисовали имена или какие-то буквы. Мы начинаем возрождать и вспоминать те игры, с которыми играли наши мамы, в которые играли, в которые играли мы. И они потихонечку были забыты, но вот мы стараемся это обязательно применять. И, конечно, мы очень много говорим о чувствах, потому что, вы знаете, одна из проблем, которая возникает, когда ребенок растет, это неумение общаться в том числе со сверстниками и со взрослыми людьми. Почему? Потому что ребенку очень нередко задают такие вопросы. Как у тебя настроение? Как ты провел сегодня день? Чаще всего у ребенка спрашивают, ну, если он ходит в школу, то какие оценки ты получил? И так далее. Вообще, на самом деле, это не главное. Главное, чтобы ребенок был действительно здоров и чтобы у него был живой, позитивный интерес к жизни. И мы это стараемся поддерживать. И, конечно, интерес к знаниям, конечно, интерес к творчеству, к познанию этого мира. Но это должно все происходить в очень доброжелательной, любящей атмосфере. Тогда ребенок раскрывается. Опять же, в форме игры, потому что ребенок, в первую очередь, он любит играть. Мы тоже любим играть с нашими телезрителями. И сейчас как раз разыграем билеты на концерт. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Наталья, очень приятно. Ну, вы вообще у нас как с этикетом знакомы? Правила этикета знаете? Да. Знаете. Ну, отлично. Давайте с вами проверим, какой вид этикеты является единым для всех стран. Это врачебный, военный, деловой, либо общественный? Мне кажется, что это деловой этикет. Нет, к сожалению. Неверно. Ответ неверен. Остается три варианта ответа. Поэтому мы с вами прощаемся. Быть может, вы нам опять же позвонитесь. Но пока этот телефонный звонок у нас завершается. Врачебный, военный, либо общественный? Остается три варианта ответа. Какой из этих видов этикета является единым для всех стран? Деловой? Нет, не является. Дипломатический? Является. Деловой? Нет. Потому что, ну, разные есть тоже, опять же, страны. Где-то кто-то подтягивает руку первый, где-то мужчина, где-то женщина. Вот такие разные страны, разные мы. Хорошо. Если говорить именно о практических занятиях, то есть это именно какие-то разговорные, скажем так, жанры больше с детьми проводятся? Либо, я не знаю, какие-то и подвижные, и развлекательные? Нет. Структура занятий включает в себя абсолютно все. То есть и какие-то задания, которые направлены на развитие цифрового интеллекта и вербального, то есть и цифрами, и с буквами детей знакомим, и вообще разные задания на логику, на внимание, на память, на мышление. Но, кроме того, вот то, что сказала Оля ранее, то есть развивая, например, социальный интеллект, мы можем, педагог, если какая-то конфликтная ситуация создалась на занятии, он может просто остановить это занятие и ее разобрать. То есть мы просим того ребенка, который обидел другого, мы просим того, кого обидели, мы просим сказать о своих чувствах, что там мне больно, мне неприятно, я обижен. А того, кто обидел, мы просим понять, немножко остановиться и услышать другого ребенка, услышать другого человека и немножко понять его боль. Это очень важно, потому что дети, они свою-то боль, они чувствуют очень хорошо, да, а вот боль другого ребенка, другого человека, это не сразу приходит, поэтому это очень важно. И ребенок так, он открывает глаза, оказывается, он кому-то сделал больно, и у него открывается рот, и он сам говорит, прости меня, пожалуйста. Слушайте, это замечательно. Мне кажется, у нас есть звонок, сейчас давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Валентина. Валентина, очень приятно. Скажите, пожалуйста, над таким вопросом размышляем. Какой вид этикеты является единым для всех стран мира? Врачебный, деловой, либо общественный? Нет, врум. Врачебный, военный, либо общественный? Деловой у нас выбыл из игры. Ну, я думаю, общественный. Общественный является единым во всех странах? Ну, мне кажется, давай. К сожалению, нет. Опять вариант ответа неверный, поэтому продолжаем играть. Два варианта осталось, но тут практически гадаем на удачу. Врачебный, либо военный. 202, 11, 22. Какой же из этих видов этикета является единым для всех стран мира? Что ж, вам спасибо огромное за нашу беседу. Мне кажется, если подводить итог, самое главное, чему учат, не знаю, бэйби-клубы, какие-то кружки, какие-то садики, какие-то секции, это умение общаться, действительно. Умение общаться с педагогом, с человеком старше себя, умение общаться в коллективе, с другими детьми. Если ребенок не ходит в детский сад, все очень переживают по этому поводу родители. Вот у меня дети не ходили, мне всегда говорили, как же так, социальная адаптация, социальная адаптация, без нее никуда. И вот у меня дети, что один, что второе, ходили в бэйби-клуб, чудесно, никаких проблем. Девочки, ну вы забыли сказать, что у нас есть шахматы в бэйби-клубе. У меня и на шахматы, у нас есть творчество, где дети рисуют, всякие поделки обалденные делают. Есть и йога в бэйби-клубе, есть и спектакли, есть английские. И дети на все эти занятия идут с таким огромным удовольствием. У меня ребенок научился там шахматы играть. И научил меня, и теперь мы всей семьей играем в шахматы. Слушайте, это здорово. В общем, через творчество, через какое-то интеллектуальное мышление, опять же, человек становится развитым, добрым, добрым, сопереживающим. О чем мы сегодня говорим? Сопереживающим и понимающим этот мир. Через любовь. Что ж, через любовь. Берем звонок и уходим на сюжет. Как вас зовут? Здравствуйте. Валентина. Валентина. Отвечаем быстренько. Какой вид этикета является единым для всех стран? Врачебный либо военный? Врачебный. Вот, вот оно. Я вас поздравляю. Вы становитесь обладателем двух билетов на концерт группы Септи Флэш. Я вас поздравляю. Еще раз спасибо большое за звонок. Да, действительно, врачебный этикет во всех странах мира считается единым. Все остальные этикеты отличаются, они, да, вообще кардинально отличаются друг от друга. Что ж, вам спасибо большое за беседу, а мы смотрим сюжет и возвращаемся в эту студию с новыми гостями. Помогала. Из-за этого сломала руку два года назад, потому что женщина пьяная лежала вот недалеко отсюда, рядом с машиной. Это была зима, февраль месяц. Мне так кажется. Если бы я ей не помогла, уже были сумерки, то она бы, наверное, замерзла. Приходилось мне помогать людям, да. Бываю. Такие случаи. Мы иногда с дочкой перечисляем вот эти вот смс-ки по 75 рублей на больных детей. В храм относим пожертвования. Ну и помогали, по горельцам помогали. Бывает. Но у нас, видите, что я пенсионер, дочь, буду жительница, поэтому мы не располагаем большими деньгами. Если бы располагали, естественно, мы бы помогали гораздо больше. Конечно, все-таки там взаимопомощь должна быть всегда, да. Но ситуации таких, что-то не помню. Не припоминаю, но всегда рады помочь. Очень много в жизни помогал, потому что был руководителем. И считай, что большую пользу взял. Приходилось и без проблем, конечно. Я такой добрый человек. Попросит, помогу. Даже попадал мне в вторую половину иногда. Зачем, да? С удовольствием помогаю. Лишние вещи раздаю. Ну, возможно. Смотря какой человек. Думаю, готова. Я один раз проходила, девушка плакала на скамейке. Я подошла и спросила, что случилось. Помогло? Ну, не особо помогло, но, по крайней мере, ей было приятно, что на нее не все равно. Для счастья можно не иметь денег. Счастье – это такое вот… Раз что-то сделали вам приятное, поговорили с вами, это уже счастье. А деньги? Я не знаю. Ну, нужны деньги, естественно. Не в деньгах счастья, да. Для счастья нужно просто работать, семья, как бы, чтобы можно было позволить себе определенные вещи, главные какие-то в жизни. Ну, все равно мало будет. Всех денег никогда не заработаешь, и сколько бы их ни было, все равно будет мало. Деньгами счастье не измерить. Нельзя счастье построить на деньгах. Да нет, ну, где-то вот 250-500, наверное, вот в месяц. Ну, миллиарда два. Наверное, чтобы хватало на жизнь. Денег всегда мало, знаете, вот сколько бы их ни было, всегда мало. Для счастья вообще деньги не нужны. Что нужно? Нужно, чтобы ты был здоров, головой в порядке все было. А деньги зависят тоже от того, как ты себя чувствуешь. Как воспитать доброго ребенка? Над этим вопросом рассуждаем сегодня в эфире универсального формата. Ну и, собственно говоря, мне кажется, человек, который любит животных, не может не любить людей. Собственно говоря, человек, который любит животных, ухаживает за ними, это человек добрый, отзывчивый и понимающий, что такое чужая беда и как прийти на помощь. Что ж, представляю наших следующих гостей, знакомьтесь, не первый раз уже в студии, приветствуйте. Марина Гробовенко, руководитель клуба «Любители животных. Твои друзья», собственно говоря, детского клуба, где обучают, понимают, как ухаживать за животными. Так, давайте буду по порядочку, как сидят, рассказывать. Илья у нас, собственно говоря, участник клуба, правильно? Активный участник клуба, надеюсь. Наталья Менделеева, педагог дополнительного образования, собственно говоря, тот человек, который обучает ребят, как ухаживать за животными. Все верно? Да. Ну и рядышком со мной расположилась Анастасия. Здравствуй, Настя. Тоже один из участников клуба. Рассказывайте, пожалуйста, о твоих друзьях. Да, все мы знаем, что существует приют «Твои друзья» для бездомных домашних, для животных, которым ищет добрые руки, который ищет свой дом родной. Вот. Ну а что такое именно клуб «Любители животных» «Твои друзья»? Клуб «Любители животных» «Твои друзья» – это то место, с чего все начиналось. На самом деле, вот многие говорят, что надо, чтобы дети были добрые, надо их любить. И все забывают о таком понятии, как «перелюбили». Да, и когда ребенок в доме один, и его заливают любовью бабушки, папы, мамы, дедушки, все вокруг, получают, что ребенок вырастает с пониманием, что все для него, и с чувством вседозволенности часто. Вот. Есть такое тоже понятие, как «Кому я что должен?» Угу. И вот ребенок считает, что должны все ему. И часто такие ребята приходят к нам в клуб именно с… Я люблю животных. И в итоге выясняется, что животных-то он любит. Но именно любит. Кто гуляет? Папа. Кто кормит? Мама. А то, что делаешь? А я люблю. Вот. И вот на этом все заканчивается. Вот именно клуб «Любители животных. Твои друзья» начинался с общения детей с животными, и где ребята учатся вербально понимать мир вокруг себя, да, и невербально. Вербально, все знают, мы развиваем речь, многие этим занимаются, мы учим общаться. Опять, вербально, а понимать друг друга на невербальном уровне. В каком-то таком, да, интуитивном. В интуитивном уровне, да, видя, как человек двигается, да, как он посмотрит. Ведь животное оно не расскажет, оно покажет. И вот ребята там учатся это понимать. Понимать мир вокруг себя. И главное, быть нужным. И вот это для... И это чувство для многих детей совершенно новое, необычное и даже иногда пугающее. Некоторые ребята сначала приходят, потом уходят, исчезают надолго, а потом приходят снова. И вот именно чувство нужности, оно оказывается достаточно важным, и которым никто не занимается. Сострадание и чувство нужности. В клубе... Это клуб при ЦВР «Парус». Это муниципальная организация, да, сейчас не только частные клубы. В основном вот с малышами занимаются больше частные клубы и детские сады. Мы занимаемся подростками. Вот как раз тот момент, когда одни говорят, о, ты уже большой, да, и начинают все требовать. Другие, ты еще маленький, тебе нельзя. Он не понимает, он вообще нужен кому-нибудь или нет. Его-то мысли, его чувства. Да, кто я и кому я нужен, что называется. И вот здесь они находят себя. Но получилось так, что мы открыли детский клуб с животными, и дети, чувствуя то, что они стали нужны кому-то, они стали приносить в клуб животных с улицы. А детский клуб и животные с улицы, понятия, это несовместимые, да, вы же понимаете, это совершенно другая категория животных. Вот. И вот тут родилась идея, те ребята, которые стали постарше, уже выросли у нас в клубе, говорят, ребятки, а давайте-ка. И открыли приют. То есть это две совершенно разные организации, мы не будем сегодня говорить про приют. И вот детский клуб вот этот, он продолжает работать, и уже у нас социальные связи развились в городе, поскольку наши воспитанники уже, мы работаем 25 лет, везде есть наши воспитанники, огромные социальные связи. И вот ребята могут помочь не только себе в первую очередь, да, что я кому-то нужен, а могут помочь еще и животным, и могут помочь еще людям. Социальные связи остались с приютом, социальные связи у нас налажены, вот у нас Наталья, она занимается, у них кружок груминга, как причесать, как постричь, как показать. Я думаю, она об этом расскажет. Сейчас и социальные связи с питомниками по разведению племенных красивых собак, и как из них сделать красивых. Вот Наталья расскажет сейчас про эти кружки. Давайте поговорим про него. Что такое груминг? Груминг – это как ухаживать за собакой, да, за внешностью собаки, как ухаживать за когтями, как правильно их подстричь, как ухаживать за ушками, за глазками, как правильно расчесывать животное, шерстный покров, да, мытье, косметика. Все это входит в груминг. Начинаем мы с теории, и затем начинается практика. Конечно, под тщательным присмотром педагогов. Начинаем мы работать с собачками, которые у нас из приюта, с которыми у нас договоренность. Они начинают их расчесывать, купать, подстригать. У нас был случай, когда привели чудесную собачку, старенькую собачку, запущенную безумно, вся в колтунах, грязная, глухая собачка. Когда ее дети привели в порядок, оказалось, что собачка-то, собственно, не глухая. Она чудесно выполняет все команды, она чудесно слышит. Это счастье у детей не было предела, чего они добились, это они уже увидели сами. Затем у нас интереснее становится. Они начинают изучать стрижки породистых собак. Также у нас есть договоренность с питомником, где они помогают ухаживать. На практике. Да, конечно. Соответственно, потом у нас уже идет учеба, как подготовить собаку к выставке, как ее шерсть подготовить к выставке, кошку. И когда опять эти животные занимают призовые места, это очень приятно. Грумерам. Затем мы не останавливаемся на этом. У нас в Самаре проходил международный конкурс грумеров, где, когда мы только узнали о нем, мы, конечно, записались в первых рядах. И у нас вот Илья победил, взял первое место в этом конкурсе, чему мы очень рады и гордимся им. Слушайте, ну это замечательно. Среди твоих соперников были ли люди твоего возраста? Да, были. Были. Ну, конкурс был очень сложный. То есть там были, как бы, чувствовалось напряжение всего этого. Как бы, вот, ну я все-таки справился. Справился. Ну, конечно, справился. Если стал победителем конкурса, то уж справился, думаю, на все пять. Что ж, у нас есть вопрос для наших телезрителей. Я надеюсь, с этим вопросом вы тоже справитесь. На пять. Из какого фильма этот кадр, фото, вопрос? Собственно говоря, разыгрываем билеты в кино. Фильм любим всеми, я думаю, 202, 11, 22. Поэтому работаем практически на скорость. Кто быстрее дозвонится, тому достанутся билеты в кино на двоих. Киномечта, любой сеанс ждет именно вас. Что ж, ну а мы пока с вами продолжаем. Хорошо. Сколько сейчас примерно животных в клубе «Твои друзья»? Ну, непосредственно в распоряжение ребят поступает где-то порядка 30-40 животных. Все это зависит от времени года, от того, каким конкурсом мы готовимся, что мы делаем, что мы по программе проходим. Программа наша, она стала победителем областного конкурса образовательных программ среди образовательных программ всей Самарской области. Вот, именно вот по экологическому воспитанию. И, соответственно, в связи с этим, что работаем сегодня с голубями, значит, сегодня будут голуби, завтра с перепелками, значит, больше будет перепелок. Вот, но, соответственно, есть и те животные, которые постоянно живут в приюте, я думаю. У нас, да, есть фотографии, но прежде давайте примем занавку от нашего очень быстрого телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Сергей, очень приятно. Как вы? Любите ли фильмы, любите ли кино? Конечно, очень. Конечно, но, надеюсь, что билеты в кино на двоих достанутся именно вам. Прежде ответьте, пожалуйста, на вопрос, из какого фильма этот кадр. Пьер Ришар в фильме «Игрушка». Слушайте, ну это действительно верно. Вопрос был, мне кажется, элементарный, а все потому, что мы любим своих телезрителей и с легкостью дарим им подарки. Я вас поздравляю, конечно же, билеты практически у вас в кармане, как их забрать, расскажем за эфиром. Ну а пока давайте посмотрим фотографии тех животных, которые есть у вас в клубе обитателей. Вот, пожалуйста. Зеленая мартышка Кики очень любима нашими ребятами, воспитывает характер в детях, соответственно, нужно понимать, что она сейчас сделает. Вот такая кошка готовится к выставке. Эта кошка стала международным чемпионом в классе домашних кошек, благодаря нашим юным грумерам, и ее забрали прямо с выставки. Вот с такими улитками можно познакомиться, это охотины. Сейчас очень модно разводить таких улиток, вот как правильно за ними ухаживать и как сделать, чтобы они не размножались слишком бурно в переизбытке. Мы все об этом, обо всем расскажем непосредственно. В нашем клубе ребята приходят, причем занятия у нас бесплатные, можно, соответственно. Вот, это хорек, вот тоже очень любят ребята с ним заниматься, животное веселое, активное, очень игривое, но не все могут, конечно, такое дома держать, и это достаточно сложно. А в детском клубе, пожалуйста, можно с ним пообщаться вполне. Пообщаться, понять его характер, потому что действительно многие родители сталкиваются, когда ребенок хочет животное, заводит, ну а потом, к сожалению, животное становится не нужно, потому что ребенок не будет следить, родителям тоже некогда, поэтому клуб твои друзья как раз учит это. Конечно, вот карликовые ежики, это африканские ежи, с ними тоже можно пообщаться в клубе, там расскажут, чем отличаются наши ежи от африканских, вот, почему стало модно держать дома африканских ежей, чем это чревато, вот, вы видите, они у нас размножаются. Слушайте, ну это вообще семейство же потомство у вас. Да, да, вот, кролики карликовые, тоже с ними, они у нас были размножались, сейчас мы перестали, но это вот с удовольствием дети общаются с кроликом, вот кролик на руках сидит. Хочу у Насти спросить, Настя, кто твой любимец, есть вообще такой, либо все все равно животные как-то так дорогие, близки? Они мне все очень близки, они мне все очень нравятся. Все очень нравятся, дома есть кто-то? Да, собака. Собака, угу. Илья, кто в клубе любимец? Наверное, все. Все тоже? Да. Ну а домашние? Ну, у меня африканский ежик и три кота и кошки. Слушайте, африканский ежик, три кота и кошки, как же они уживаются вместе, они не хулиганят? Нет. Бывают, конечно, но... А скажи, пожалуйста, прежде чем завести, к примеру, ну, давай, кот кошки, да, это, скажем так, стандартное, да, животное, домашнее, я имею в виду, собаки, кошки, африканский еж, все равно такое экзотическое, скажем так, животное. Прежде чем завести ежа, сначала пошел в клуб, узнал все, либо все-таки ежик появился в доме и потом... Нет, сначала, конечно, я все узнала, то есть научился ухаживать за ним, и потом уже я подумала, смогу ли я ухаживать за ним. Ну, сейчас могу. Вроде сейчас сможешь. А как часто вообще проходят занятия, сборы, собираетесь вместе? Настя? Почти каждый день. Почти каждый день, правильно? Да. Слушайте, ну, правда, вот интересно, приходить, смотреть, слушать все это. А есть какой-то такой основной костяк? Сколько человек, сколько ребят занимаются? Ну, мы видим счастливых. Да, в основном костяке у нас порядка 40 человек, которые непосредственно, вот, а общий состав у нас сейчас более 400 ребят, кто приходит. Это не обязательно же приходить каждый день, каждый день приходят самые активные, да, те, кому все это интересно. Которые как раз сегодня у нас в эфире. Да, да, это на самом деле так, вот Илья вот подскромничал, кошку, свою первую кошку он готовил к международной выставке, она стала тоже победителем, но уже на другой выставке. И он ее забрал к себе домой, он сказал, я не могу с ней расстаться, я столько в нее вложил. Родители разрешили. Вторая кошка появилась у нее совершенно случайно, когда в приют принесли кошку в тяжелом состоянии, и ей пришлось делать кесарное сечение, и котята остались, в общем-то, без мамы, без молока. И вот Илья был одним из тех, кто взяли котят на выкармливание к себе, они их выкормили, ну и, соответственно, тут уже, как я ее кормил, кормил, как же я опять остался. А вот сейчас вот новое направление развиваем с ребятами, это Тимуровское движение, возрождается оно сейчас в Самаре, ну, грубо говоря, импортозамещение волонтерам, вот, и, соответственно, тут долго думали, как же, как разделить деятельность волонтеров и тимуровцев-то, в принципе-то вроде делают одно и то же. Ну, решили, что это будет разделяться таким образом, если мы помогаем кому-то, да, проводить акцию или что-то, это волонтер, мы просто пришли, как волонтер помогаем. А если сами? А вот если мы сами нашли эту проблему, причем ребята с удовольствием приняли в этом участие, вот, вот, тебе про Тимуровское движение, думаю, Настя нас расскажет, как они последнюю акцию, как провели. Давай, Настя, немного времени до конца. Последнюю акцию, это была первая акция, мы провели ее помощь одиноким людям, они, как бы, живут одни, им не за кем ухаживать, вот, и они боятся даже завести себе питомца, вот, есть вторая проблема, животные оставленные людьми на улице. Мы решили объединить две проблемы в одну акцию. Угу, и подарить одиноким? И подарить одиноким пожилым людям животные с улицы, конечно, которого предварительно осмотрел и привел ветеринар. Угу. Как они к такому подарку отнеслись? Им очень понравилось. Им очень понравилось. Мы улыбались, в его глазах было счастье. Слушайте, ну это замечательно вообще, когда такая помощь. Да, Настя немножко растерялась, забыла о самом главном сказать. Почему боялись? Потому что, говорит, а вдруг что со мной случится? Да, Настя? Вот, куда я одену животное? В больницу меня положат? Или, не дай бог, еще что хуже? И то есть ребята гарантировали, что у них есть договоренность с приютом, а действительно договорились. И если что, если в больницу, то животное возьмут, подержат и потом вернут. А если заберут без разговоров, и животное не останется на улице. К завершению разговора хочу у Натальи спросить. Наталья, как педагог, правда ли ребенок, общающийся с животным, умеющий за ним ухаживать, становится добрее? Сто процентов. Сто процентов. Это доказанная истина. Что ж, ну вам спасибо большое. Спасибо, что вы делаете этот мир светлее. Я надеюсь, что активистов вашего движения будет только прибавляться. Настоящих активистов, которые хотят не для себя сделать, а во благо кому-то. Поэтому я надеюсь, вы, дорогие зрители, для себя узнали много интересного. До свидания.